Шесть с половиной тысяч петербуржцев проверили знания русского языка, написали тотальный диктант. Экзамен принимали в 52 пунктах по всему городу. Одной из самых крупных площадок стала Российская национальная библиотека. Они решили провести выходные не на диване, а за партой и отправились в новое здание Российской национальной библиотеки, чтобы стать участниками акции «Тотальный диктант». За плохую оценку никто не накажет и родителей не вызовут, но волнений от этого не меньше. Скажите, пожалуйста, за шпаргалки будут выгонять? Нет, конечно, мы не будем выгонять за шпаргалки, но ведь, согласитесь, «Тотальный диктант» – это такая акция, когда люди сами хотят проверить свою грамотность. Какой смысл использовать шпаргалки, если мы проверяем сами себя? Здание библиотеки в Московском районе принимает «Тотальный диктант» на своей площадке во второй раз. Здесь работы написали 102 человека, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Как показывает практика, на отлично справляются только 2% участников. Экзаменуемые не на шутку переживают за результат и требуют от чтеца четкости и выразительности. Расскажите, пожалуйста, вот после спросите вы, точка или предложение продолжается? Автор текста диктанта, детский писатель Андрей Усачев, создал настоящий квест из точек, запятых и тире. Очень волнительное мероприятие, сложная пунктуация и, честно говоря, многие места вызывают сомнения. Участники признались, что долго ломали голову над расстановкой знаков. Вообще пунктуация, как-то у меня всегда с ней было похуже и сейчас особенно она забылась в связи с тем, что в интернете очень распространено такое, что там без запятых, без тире пишешь как-то вот так. Впрочем, на диктант ходят не только за тем, чтобы проверить грамотность. У вас какие-то все-таки воспоминания, эмоции нахлынули, вот школьная пора? Да, в общем, да, конечно, трудное время было послевоенное. Ну, а так, помнить, даже некоторые правила школьные вспомнил. Узнать свою оценку можно будет на сайте акции. Жюри конкурса отметят авторов не только самых грамотных работ, но и самых забавных селфи. По завершении диктанта стартовал конкурс фотографий. Все итоги будут подведены 20 апреля.